В заявлениях для прессы Ллой Тосин сказал, приехал поддержать, ободрить, вселить уверенность. Но ведь на самом деле же он даже в ходе своего разговора мог сказать, что у нас, например, будут определенные трудности на финансировании не в тех объемах. У нас могут быть поставки вооружения и военной техники далеко не в тех объемах, которые вы запрашиваете. А это само по себе уже подталкивание к какому-то мирному разрешению проблемы. Ну, кстати, очень как-то нерешительно мечтаю. Ну, или Ходоренок пока только пробует себя в роли оголтелого пропагандиста. Ну, он ведь мог Остин склонять? Ну, ведь мог же, да? Ну, по идее. Он же... Ну, просто представим себе, что мог же. Ну, очень надо представить и прочее вот такое вот нытье, да? Нет, не мог. Потому что, в отличие от вас, они судят по делам, а не по одежке. Я, кстати, честно говоря, думал, что вот это обмусоливание одежды военно-политического руководства Украины уже закончилось, да? Было списано в утиль, как неработающее. Но нет. Ну, или Ходоренку забыли этот файл удалить. Во время визита министра обороны Ллойда Остина в резиденцию президента Украины, оно ведь заметно, что абсолютно не работает служба протокола. Ну, мы видим клетчатую рубаху, видно, вместо того, чтобы первые лица стояли на первом плане. Один из операторов даже сел на стол, где через несколько минут будет располагаться делегация Соединенных Штатов. Ну, беспорядок же. Потом, собственно говоря, а с кого им брать пример вот этому? Не работает служба протокола, а с кого им брать пример? Ну, уж в пятый раз, наверное, мы говорили, что вот украинская официальная делегация, ну, вы посмотрите на них, ну, кого они больше напоминают. Ну, это бригада небритых грузчиков из соседнего супермаркета. Ну, вот люди никак не задумываются над авторитетом своей собственной стороны, что должен быть все-таки строгий протокол и его соблюдение. Ну, ошибаешься в мелочах, еще раз повторю, всегда ошибаешься в главном. Слава богу, что российское руководство выглядит как... Да как мафиози из книг Марио Пьюзо, да, со всеми этими туфлями из шкуры нерожденного крокодила и часами на руках ценой в бюджет Сыктывкара. Ребята, это, как вы говорите, команда грузчиков вместе с народом Украины помножила на ноль всю вашу парадную гордость в виде ВДВ и кантемировцев, и таманцев. Эта команда дает по щам вашей аналоговнетной армии вот уже почти два года. Эта команда за 5% от американского военного бюджета обналила 50% российского военного потенциала и продолжает обнулять. А американцы — народ прагматичный. Вообще, если глобально посмотреть, Украина остановила в ближайшем будущем атаку Китая на Тайвань, в которой начали бы гибнуть уже американские солдаты. Ну, потому что, судите сами, если бы у Путина получилось, Си получил бы прекрасное подтверждение, что можно. Так что одевайте флиз, камуфляж или костюмы. Главное, делайте свое дело. Побеждайте оккупантов и агрессоров. А с протоколом разберемся после победы. И заметьте, это все происходит на фоне какого-то апокалипсиса в настроениях украинцев. Его, правда, только Скобеева увидела при вольном переводе западной статьи, но увидела. Украинский оптимизм угасает с началом очередной военной зимы, пишет британская Guardian. Изначальный вариант заголовка при этом еще мрачнее и злее. В нем сообщалось, что моральный дух украинцев упал до низшего уровня с начала войны. На этом фоне армия России, наоборот, становится только сильнее и применяет на поле боя новинки. Вооруженные силы России только что в ноябре получили новую версию БПЛА «Ланцет». На дроны установили новую боевую часть, которая работает по принципу «ударное ядро». При подрыве из заряда образуется сгусток металла, который выстреливает вперед с высокой кинетической энергией. Модифицированный беспилотник способен поражать бронетехнику, прикрытую знаменитыми решетчатыми экранами и так называемыми мангалами. А что делает Россия, когда становится типа сильнее? Ну, хотя бы устами пропагандонов, а самое главное, устами путинских советников и его прихлебателей, да? Россия начинает воевать с соседями за земли, которых у нее и так хоть попа и жуй, но все равно мало. Но сначала начинает угрожать устами придворных попугаев, ну, в смысле, соловьев. А у нас по отношению к Японии, в общем, есть тоже существенный неразрешенный вопрос. Напомню, товарищу Сталину земельку обещали на японских островах по результатам Второй мировой войны и не выполнили обещания. А чувствуется, что зря не выполнили. Вообще, многие вопросы, которые нам обещали, они выполнили. Придется так достать из сундука истории, аккуратно пыль сдуть и посмотреть, а что было написано? Да, это новый фетиш, новая мишень и новая цель. Японская военщина. Знакомьтесь, там пропагандонов начало откровенно плющить от того, что Япония на год раньше, чем планировалось, начнет закупать у США томогавки. Появилась такая новость, вот те самые томогавки, о которых мы уже говорили. У Японии, на самом деле, вообще-то агрессивный Китай под боком. И тыцнутый на всю толстую голову ИН, который баллистическими ракетами швыряется в океан рядом с Японией вместо завтрака. Но российские пропагандоны не могут упустить возможность прокачать для глубинного ванюши методичку «Раися, осажденная крепость, всюду враги, затяни поясок, милок». Продажа ракет «Тамагавк» Японии, которые напрямую, я хочу сказать, угрожают территории Российской Федерации. И на сегодня есть момент, мы же все увлечены Украиной, где-то Ближним Востоком. А ведь есть ядерное сдерживание, а есть неядерное еще. И вот в вопросах неядерного сдерживания, надо понимать, что на одной подводной лодке типа «Агая» находится почти 200 ракет «Тамагавк», которые на расстоянии 1500 километров могут практически проразить любую цель. Да, недозвуковые, да, по ним хорошо работает ПВО. Но хорошо работает ПВО в 10-20, но когда полетит 180, не любая система ПВО, она просто перегрузится автоматически. Это надо прекрасно понимать, здесь не надо писать каких-то иллюзий. Теперь следующий момент, а что это такое? Да это исходные данные. Нам надо усиливаться в Азиатско-Тихоокеанском регионе, до 100% необходимо, коль Япония сегодня взяла полнейший курс на милитаризацию своих островов. Он как зарокотал генерал Пейтинан. Вот самое интересное, что, ну ок, представим себе, что прямо вот в глубине премьерского кабинета, в резиденции Кантей, что в токийском районе Тиода прямо вот зреет план отбить у России и остров Кунашир, и Туруп, и Шикотан, и, конечно, группу островов Хабамай, да. Ну, как в Захаровской формуле любви, да, героине Татьяне Пельцер говорила, помните, да? Отбить! И что вы сделаете, а? Ну вот серьезно. Вы даже такую экзотику, как 46-й пулеметно-артиллерийский полк, который, собственно, на Кунашире дислоцируется, в Украине сточили до костей. Про всяких там морпехов из 155-й я вообще молчу. Их били и под Киевом, и под Павловкой, и под Углидаром. Сидел и при Николае Кровавом, и при Керенском. Били так, что они слезливые письма писали губернатору Кожемяка. Ну, ок, вы соберете еще чмонь в переформатированную бригаду. И начнете третью войну одновременно. Это не я, это Сидоров посчитал. У России два конфликта на руках. Уже есть, по сути дела. Это Украина и Сирия. Потому что сейчас мы находимся ближе всего к этому конфликту. Там тоже, как и американские, там тоже наши войска. И поэтому я, разумеется, с Андреем Викторовичем согласен насчет того, что надо укреплять тактическую часть. Мы это делаем. Не знаю, как у нас по средствам выходит. И сможем ли мы тащить тоже третий конфликт, если он такой разразится на Дальнем Востоке? Конечно, можем. Вам надо реагировать на эти угрозы, которые есть. Конечно, можем тащить и третий конфликт. И маленькая Советская Республика, напомню, тащила конфликты на всех фронтах. Противостояли Антанте, Вторжение, Белогвардейщине. И вытащила. Мы умеем тащить. Третий конфликт у нас тоже может возникнуть. Японию не случайно накачивают. А учитывая вот эту стратегическую линию, которую протягивает, это встреча на троих, Байдена с двумя. Будет война. Ну, понятно дело, что Рудольфовича понесло. И понятно, отчего его несет. Звучит-то красиво, согласитесь, свежо. Уже не как деды, нет, как прадеды. И тем более, что ему-то не воевать. И детям его не воевать. Это простым россиянам, как красноармейцам, да, голодным, плохо одетым, сотнями тысяч в землю ложиться. И тогда, в принципе, силы были более или менее равны. Там белогвардейцы, они тоже не особо были сильны и снабжены. А Антанта не горела желанием на Москву идти. А тут Япония. Но когда такие мелочи, как потери, интересовали истинных патриотов и государственников? Для нас это далеко не конец. Нам сегодня надо идти и готовиться к еще большей войне. И если мы будем к ней готовиться, тогда этой войны не будет. Если мы к ней не будем готовиться, она у нас будет не сделана. Если почувствуют, что мы слабые, страну разорут. Сто процентов. Именно так. Поэтому сегодня задача воюет не только те, кто на передовой. Им честь и хвала. Сегодня воюет вся наша страна. За что воюет? За свою родину, за свой суверенитет. За будущее, свое, детей, внуков. Вот за это самое главное. И чтобы это получилось, сегодня вшкалывают все. И на передовой, и в тылу. А как делать? Должны четко прописать. Раз, два, три, четыре. Тогда будет понятно, куда бежать. Понимаете? Еще большая война. А что значит еще большая война? Правильно. Сейчас в войне с одной Украиной, которая на самом деле не имеет и десятой части того военно-технического потенциала и промышленного потенциала, который имеет Япония, Россия теряет столько людей и техники, что вон уже появились женщины в русских селениях, которые требуют мужиков взад вернуть. Очень жалостливо требуют. Вот уже больше года наши семьи живут в постоянном страхе и неизвестности. 21 сентября 2022 года наша жизнь изменилась на то и после. Все тыкают на нас пальцем. Вам же платят, у вас же льготы. Но поговорив хоть минутку с каждой из нас, вы нас поймете. Что мы готовы отдать все и заплатить двойной ценой, чтобы наконец-то вычеркнуть этот кусок из жизни. Никто не хочет услышать крик нашей души. Но мы устали быть изгоями общества. Наши мужчины не выбирали военную профессию. Они хотели жить обычной гражданской жизнью. Их ждут дети. Тем не менее, они встали на защиту нашей Родины, когда это было нужно. Но так не может продолжаться вечно. Мы полностью поддерживаем проведение специальной военной операции. Наши мужчины морально и физически истощены. Мы уже не просим. Мы требуем заменить мобилизованных граждан, призванных вооруженной силой Российской Федерации в рамках частичной мобилизации от 21 сентября 2022 года. Хотим быть счастливыми. Мы хотим вместе вечером гулять за ручку. Хотим чувствовать новогоднюю сульту в преддверии праздника. Но второй год подряд мы будем встречать Новый Год в слезах и отчаянии. И вздрагивать от каждого запущенного залпа фейерверка. И в то время наши мужчины вздрагивают от каждого залпа орудий. Стоп! Вот здесь стоп! Всем стоять трава и прижаться вправо. Вы понимаете, что вот эти вот мамкожонки, они же своим мозгом, который отвердел от пропаганды до состояния скорлупы грецкого ореха, они даже сейчас не могут понять, что нужно делать первым. Да войну нужно остановить первым делом. Но нет. Вот эти существа, они просто хотят, чтобы их зазнобушек и кровинушек сменили другие зазнобушки и кровинушки, соседские. Чтобы именно их тигрик не мерз в окопчике в Украине. Чтобы ему дали побольше патрончиков, чтобы он мог убивать хохлов, и чтобы его домой отпускали, отожраться. Какую твою дивизию, родину, твой урюк защищал на чужой земле? Они не выбирали воинскую профессию, читай. Они не выбирали, становиться им убийцами или не становиться. Да шиш там! Максим Иваниди, российский контрактник, по-моему, даже офицер, который не хотел воевать, он писал рапорты на увольнение один за другим. Он отказывался пересекать границу с Украиной. И в конце концов, он получил пять лет колонии, но в Украину не поехал. Потому что он остался человеком, способным отличить добро от зла и остаться на правильной стороне. Кстати, а его мама ему сказала, сына, я тебя поддерживаю. Так а вы че молчали, плакальщицы? Дробя заедали? Или сладкие цифры выплат мечтой вставали перед глазами, а?